Девушки отдыхают Сегодня он впервые решился рассказать о самом сокровенном в нашей студии Витас Витас, я знаю, вы похоронили свою маму, самого дорогого для вас человека И также знаю, что вы всю жизнь ее боготворите Моя любимая мамочка настолько сильно меня любила Что она не могла прожить без меня и минуты Это, вы знаете, какая-то... Это магическая любовь Это, знаете, наверное, выше неба Это выше звезд Ваша мама умерла довольно рано Ей было чуть больше 50 А кем она работала? Она работала художником-модельером в доме быта И я был очень маленький Ей было очень тяжело Она понимала, что она оставляет меня на 6, на 5 часов в детском саду Она настолько сильно меня любила, что она была вынуждена уйти с рабочего места и остаться со мной Она отдала мне свои самые искренние чувства Она отдала мне свою душу Она отдала мне свое сердце За что я никогда в своей жизни не перестану ее благодарить Это благодаря маме у вас тяга к красивым нарядам? Или, может быть, у вас был кумир? Мне было 8 или 7 лет Я очень любил Майкла Джексона Я делал на него пародии Я отращивал такие же длинные волосы Я одевал черные короткие штанишки, белые носочки А вашей маме это нравилось? Вы знаете, моя мама всегда смотрела эти пародии Она всегда брала стульчик, садилась напротив меня Она была моим первым зрителем А мама вас критиковала, говорила Сынок, делай вот так, например Мама, она никогда, ни под каким предлогом Не говорила мне ничего плохого Она всегда говорила Сыночек, ты делаешь это безукоризненно Ты делаешь это великолепно Ты делаешь это с шармом И это давало мне крылья Это давало мне полет И, наверное, ее крыло Сопровождает меня по сей день А мама поддерживала ваш необычный стиль в одежде? Даже в школу, за что меня неоднократно исключали Приходила именно в такой одежде Я одевал белый шарф, я одевал шляпу Я одевал блестящие пояса, блестящие майки Майкл Джексон В то время все мои сверстники одевали коричневую форму А я был такой немножечко, так скажем, немножко против течения плыл Но вас не ругали родители за то, что вы не хотите быть таким, как все? Вообще, как говорится, у вас было трудное детство, когда родители тебя не понимают? Да вы знаете, не было трудного детства, потому что я был окружен любовью Меня все мои близкие, все мои родные всегда поддерживали с разных сторон и по-разному Мама отдавала мне любовь Отец подарил мне первый музыкальный инструмент, маленькая ионика Но вы сразу поняли, что музыка это то, что вам нужно Я так полюбил этот музыкальный инструмент, вы себе не можете представить Я в три часа ночи стал экспериментировать Я начал искать высокую ноту, я ее нашел И когда я взял эту глистану, я взял эту высокую ноту Я понял, что это моя песня Давайте вспомним, какой песней Витас покорил полмира Внимание на экран Эта песня принесла Витасу бешенную популярность Уникальный голос диапазоном в пять с половиной октав И способность брать невероятно высокие ноты Сразу породили множество легенд Например, что от голоса Витаса взрываются стекла И что он дышит жабрами Витас все время носил шарф до подбородка Поклонники были уверены, он человек-амфибия Я испытал настоящий шок Потом по всей стране разлетелся слух о целебной силе голоса Витаса На его концерты стали приносить воду, чтобы певец ее зарядил Как они пишут и говорят, это делает их семьи счастливее и богаче Особенную любовь российский певец завоевал в Китае Там настолько восхищаются Витасом, что установили в парке Шанхая бюст артиста Я так понимаю, в три часа ночи, когда вы искали высокую ноту Вы спели что-то подобное, а соседи не разбудили? В соседней комнате спал мой папа Он выбежал и сказал Виталик, если ты сейчас не прекратишь петь То я буду вынужден вызвать милицию Я очень сильно обиделся У нас в квартире был мопед, который он мне тоже подарил Я завел этот мопед и ушел на улицу Я шел по улице Я помню вот эти вот хлопья, вот эти вот снежинки, вот это вот звездное небо Я шел, мне было холодно, я гулял, я думал, почему так произошло, почему в этот момент меня не поддержали Я вернулся домой и увидел, что у мопеда пробиты шины Когда вы решили стать музыкантом? Когда я закончил школу, я поступил в музыкальное училище Скажу вам честно, мне было очень трудно высиживать академические часы Сначала вы, насколько мне известно, играли на аккордеоне Говорят, это очень тяжелый инструмент Аккордеон весил 36 килограмм И каждый студент должен был приходить на урок со своим инструментом Я жил очень далеко Я знаю, что и здесь, в этой нелегкой ситуации, на помощь к вам пришла мама Это была зима Мне почему-то это в памяти осталось, наверное, на всю жизнь Моя мама, когда мы шли в музыкальное училище, она брала этот 36-килограммовый аккордеон И я помню, она несколько раз падала, она вставала, брала это Я его физически просто не мог поднять, он был очень тяжелый Я говорил, мамочка, милая моя, любимая моя, ну дай я тебе помогу Она говорит, нет, если нужно будет, то я попрошу папу Если нужно будет, я попрошу свою сестру Но тебе в руки аккордеон не дам И вот она каждый день, наверное, 3,5 километра несла в снег, в мороз, в юго Метель, она всегда несла этот аккордеон Когда вы стали богатым и знаменитым, какой первый подарок вы сделали своим родителям? Я находился большее время в Москве Самый главный подарок, наверное, для моих родителей, это мое возвращение Возвращение домой Я заходил на кухню, там, я вот помню, у меня поезд всегда пребывал ориентировочно в 6 часов утра Мама всегда вставала и папа всегда ждал меня Как встречали дома? Я помню эту невероятную радость Папа ко мне подходил, сжал мне руку Крепко, по-мужски всегда меня обнимал Мама уже что-то суетилась, накрывала на стол Какой-то завтрак, чай, мой любимый чай с лимончиком без сахара И мы садились в кругу нашей семьи Мама, папа, я И, наверное, мы могли часами разговаривать о том, что происходит в моей жизни Но все-таки материальный подарок Что вы подарили с первого гонорара? Сейчас я вспомнил Интересную историю Вы когда-нибудь видели деревянную дверь? Да Которая закрывается не на замок, а на крючок Так вот, у меня была такая дверь Когда мы уже все ложились спать Я всегда, каждую ночь слышал голос своего папы Он кричал, обращаясь к маме Лилечка, а ты закрыла дверь на крючок Когда я уже стал зарабатывать первые деньги Я в первую очередь поставил огромную железную твердую дверь Вот, наверное, это самый запоминающийся подарок Вы знаете, мы предложили Витасу съездить в его родную Одессу Давайте посмотрим, где прошло детство артиста Внимание на экран, пожалуйста Он бегал по этим дворам мальчишкой из небогатой семьи А теперь приезжает сюда, как звезда на дорогой машине с охраной В родной Одессе Витаса боготворят Солнышко любимое Здравствуйте, здравствуйте Хатвилис Часто удачи, я хочу Можно, да, смотри Семья Виталия Крачева – это настоящее имя певца Жила в этой пятиэтажке Я всегда с огромным удовольствием возвращаюсь в этот одесский двор Потому что он дает мне вдохновение Квартира, где прошло детство артиста, уже много лет принадлежит другим людям Вот балкон, который находится наверху А здесь внизу была моя кухня Я на этой кухне никогда не ел Почему? Потому что я, скажу вам честно, искренне, откровенно Всегда боялся, что этот балкон упадет Вот решетки, которые я устанавливал сам Со своей мамой Здесь были мои окна Этот канализационный люк во дворе особенно дорог Витасу Он был его первой сценой Я установился на этот люк для того, чтобы отрепетировать движения Майкла Джексона Я делал некоторые движения А это дерево во дворе Витас посадил сам Когда ему было 13 Ну вот, оно выросло сейчас за все эти годы вот таким огромным, большим Жильцы дома хорошо помнят маленького Виталика и его родителей О маме певца все соседи говорят с большой теплотой Ведь она шила им одежду Все ее любили, приходили к ней Она всем вделяла внимание Она была отличная женщина Благодарен вам за то, что вы так искренне относились к моей маме Потому что для меня это очень важно Гуляя по родному городу, Витас ни на минуту не забывает о маме Которая с самого детства верила в его успех Когда-то здесь была огромная-огромная сцена И моя мама, она всегда приводила меня сюда совершенно маленького Она всегда была рядом со мной И я помню, как она сидела здесь Рядом со мной Почему мама Витаса не успела порадоваться феноменальному успеху сына Можно ли было спасти ее от смертельной болезни Витас расскажет нам после рекламы на НТВ Говорим и показываем на НТВ Сегодня в нашей студии певец Витас Он впервые рассказывает о самом сокровенном Вы с детства были очень близки с мамой После того, как вы стали артистом и повзрослели Ваши отношения не изменились? Ведь конфликты с родителями, они неизбежны Я никогда не забуду историю Когда я стоял на перроне Я должен был из другого города, где я записывал песни Вернуться в свой родной город, в Одессу Я стоял на перроне, вокзал был закрыт И поезд опаздывал на несколько часов У меня были черные туфельки У меня были легкие штанишки У меня была не совсем теплая куртка Я замерзал Я замерзал до такой степени, что Я не мог пошевелить пальцами на руках И мне стало очень плохо, больно и обидно Я сел в поезд, я приехал в Одессу Я вышел на перрон Я увидел маму Она в любое время суток всегда вставала Всегда приходила на любой вокзал Всегда меня встречала и везде Когда бы я не приехал И в тот момент, когда я ее обнял У меня потекли слезы Я стал плакать Сказал, господи, спасибо тебе за то, что мне сейчас так хорошо Если вы ее так сильно любили Наверное, известие о ее болезни стало для вас сильным ударом? Когда заболела моя мама Я понимал, что я не могу оставить ее в Одессе Я находился в Москве И я хотел Всего самого лучшего для нее Я ее Попросил, чтобы она приехала В Москву И я хотел показать ее самым лучшим врачам Какой диагноз поставили вашей маме тогда? Наверное, самая коварная болезнь Которая Подкрадывается незаметно Она очень коварная Это рак Что самое интересное в этой ситуации Что невозможно Невозможно понять Что ты болен этим Тебе ничего не беспокоит Ее абсолютно ничего не беспокоило Я видел ухудшение ее здоровья Это было на моих глазах Я понимал, что что-то с ней не так Я говорю Мамочка, может быть, ты пойдешь к врачу Проверишься У тебя живот болит периодически У тебя Легкие головокружения У тебя слабость Я чувствовал, что что-то не в порядке Но Она мне говорила такую фразу всегда Она говорит Сыночек Ты не переживай за меня У нас генетически Лошадиное здоровье Я Очень сильный человек И меня ничего не беспокоит Она всегда это скрывала Почему-то Вам удалось привезти маму На лечение в Москву? Я уговорил ее Она приехала Она прилетела на самолете Я Ждал ее очень-очень долго И вдруг на аэровокзале Объявляют Самолет задерживается На несколько часов Я спокойно ждал Но потом Знаете Какое-то внутреннее Чутье Наверное Мне подсказал Я все-таки Решил проверить Я подошел К стойке Регистрации Поинтересовался Скажите пожалуйста Самолет из Одессы Приземлится скоро? И Мне ответили Что он уже приземлился Как час назад Просто вышла ошибка Обычный Человеческий фактор Я Никогда не забуду Я шел С правой стороны Сидят люди С левой стороны Сидят люди Полный зал людей И вдруг Неожиданно Я вижу Что среди них Сидит моя мамочка Я знаете Мне показалось Что она настолько Настолько одинока Мне почему-то Показалось Что она никому не нужна Я подошел к ней Я ее обнял Я говорю Я просто перепутал Либо на аэровокзале Что-то перепутали Она говорит Да не переживай Не переживай Мой любимый Все нормально Я сел с ней в машину Я ехал по дороге Я сидел впереди Она сидела сзади И с левой стороны Была березовая роща Я посмотрел на нее В зеркало И я увидел Что она плачет У нее слезы Градом текли Я поворачиваюсь И спрашиваю Мамочка Что случилось Чего ты плачешь И она мне отвечает Ты знаешь Сыночек Моя мечта Наверное Сбылась Я увидела березки Мама Умерла На ваших руках Когда она умирала Я Она лежала В квартире Я к ней подошел Вот в ту Наверное Так скажем Предроковую Ночь И она сделала Мне вот так Я очень тихо Вышел из комнаты И понял Что Ей действительно Уже совсем плохо Я уехал На гастроли Позвонила Жена И сказала Что Я уже понял Что произошло Твоей мамы Больше нет Она умерла Каким было Ее последнее желание Она умерла в Москве Она хотела Чтоб ее похоронили В Одессе Представьте Самолет Салон В салоне сижу я Полная тишина Я слышал только Исключительно Звук турбин Но я понимал Что я в салоне А мама летит В багажном отделении Я прилетел Мы Сонесли гроб Во двор Когда открыли гроб Знаете Я такого Никогда не слышал И не видел Все соседи Весь двор Вся улица Они рыдали У них слезы Рекой текли Они настолько Ее сильно любили Она Так много Им отдавала Она всегда На любые просьбы Откликалась Я никогда Не забуду разговор Он такой интересный Я спал Я лежал в кровати А рядом В соседней комнате Мама Всю ночь Постоянно Что-то строчила Я никогда У меня Наверное На всю жизнь Стук Этой машинки Останется В моей памяти Она постоянно Строчила Подшивала Что-то И ночью Приходили Люди Говорили Линечка Огромное тебе Спасибо Огромное тебе Спасибо за помощь За то Что ты нам Помогла И спрашивали Сколько мы Тебя Должны Она всегда Говорила Ничего Когда люди Ее увидели Они не могли Поверить Что ее Больше Нет Витас А как вам Удалось Пережить Это горе Я держался Я клянусь Вам Я держался Из последних сил Я Я не мог Плакать Это сейчас Знаете Я Мне Я просто Не могу Больше Сдерживать Свои эмоции Я очень долго Их Держал в себе Я больше Не могу Когда Витас Приезжает в Одессу Он первым делом Идет на могилу К своей матери Внимание на экран На могилу Своей мамы Витас Приносит Ее любимые цветы Желтые Хризантемы Мамочка Моя любимая Ты знаешь Я всегда Когда прихожу Сюда Я Вот я Действительно Правда Не знаю Что говорить По словам артиста Мама была Его первым Учителем И самым Преданным Поклонником Она больше Всех верила Что ее сын Станет Знаменитым Артистом Мне очень обидно Что Что ты не можешь Этого всего Сегодня увидеть Что ты не можешь Порадоваться за меня Но я тебе обещаю Что я буду делать Все возможное Чтобы продолжать Свою карьеру Но больше всего Витас Жалеет о том Что его мама Не увидела Свою внучку Я уже теперь Есть внученька Маленькая Мы назвали ее Аллочкой Мама Витаса Умерла 11 лет назад Но певец До сих пор Оплакивает ее Я прощаюсь Я прощаюсь с тобой Я надеюсь Что через месяц Через два Я приеду К тебе снова Вся моя любовь Все мои чувства Все самое Самое дорогое Что есть у меня Я посвящаю тебе Витас Мне невозможно это ваш дедушка я всю жизнь самого раннего детства мечтал быть актером музыкантом мои творческие способности и творческий талант наверное вам не обнаружил мой любимый дедушка аркадий давыдович когда мне исполнилось три года он положил на пол три предмета он положил аккордеон маленький аккордеон он положил барабан и положил маленький пастолет для меня до сих пор мучает вопрос зачем он положил пистолет наверное видимо хотел понять к чему я больше тянусь но я в первую очередь конечно же взял барабан и через несколько минут уже стал выбивать ритм и тогда дедушка позвал мою маму сказал и личка ты знаешь мне кажется что твой сын очень талантливый он сразу выбивает и точно дедушка поддержал вас когда вы решили стать артистом дедушка всегда меня поддерживал я уезжал в другие города я записывал писался на разных студиях я побеждал во многих детских конкурсах я получил звание золотой дитя одессы мне подарили надувную лодку знаете я так хотел поплавать на их ты надувной лодки но я понимал что так как я родился в не совсем состоятельной семье мне было очень трудно я понимал что мне нужно записывать песни я продал эту лодку и записал песни как сейчас живет ваш дедушка чем он занимается знаете дедушка по сей день выступает со мной на большой сцене и для меня это большая гордость и большая честь и это мой долг перед ним потому что ему очень сложно он потерял своего любимого человека умерла моя бабушка я видел как он он просто вот он он угасал на моих глазах ему было очень сложно потому что они вместе прожили около 30 лет я всячески пытался его отвлечь я всегда приезжал к нему в гости я всегда показывал ему свои новые произведения песни я хотел чтобы он понял что он нужен мне он ездил практически по всем городам россии со мной и он он счастлив он действительно он живет ему сейчас уже 96 лет и он чувствуется довольно таки неплохо я помню как он меня любил как он всячески пытался мне помочь я люблю его всей душой витас я знаю что когда вы были в одессе вы навестили своего дедушку давайте посмотрим как это было внимание на экран дедушка витаса аркадий маранцман живет в одессе в его скромной квартире певец чувствует себя как дома ведь он часто бывал здесь в детстве в этой квартире я наверное получал свои первые аплодисменты и это наверное самые главные самые важные аплодисменты в моей жизни сидя за праздничным столом дед и внук вспоминают раньше здесь собиралась вся семья сначала ушла моя любимая мамочка потому что бабушка и я понимал что два стула возле стола уже пустые аркадий маранцман помнит как его внука принесли из роддома он нянчился с ним и сразу понял виталик будущая звезда вот говорят что искусственники плохо неталантливые талантливые они все певец гордится дедушкой и каждый год 9 мая говорит спасибо деду за победу аркадий маранцман прошел всю войну и получил 18 наград очень красиво спасибо извини что я попросил тебя его померить но я вот всю жизнь мечтал когда его дедушка надевает пиджак с фронтовыми наградами витас ведет его на аллею славы они приносят цветы и долго стоят молча у памятника неизвестному матросу витас понимает девяносто шесть лет это очень солидный возраст поэтому дорожит каждым днем проведенным с дедом он не только встал сделки зарядку на балконе тепло было 22 градуса витас до сих пор не может себе простить что не успел попрощаться с бабушкой я все таки когда приезжал в одессу заходил к вам в гости знаешь я уходил и почему-то очень сильно переживал что я могу ее больше не увидеть как витас украл собственную жену и тайно перевозил ее через границу он расскажет нам сам после рекламы нашей студии оставайтесь с нами продолжаем говорить и показывать в эфире нтв певец витас в нашей студии откровенно о себе и о семье витас как вы познакомились со своей будущей женой со светочкой я познакомился когда я была 15 лет наша знакомство состоялась в театре музыкальной комедии она стояла за кулисами я посмотрела в глаза я понял тогда что оказывается это все не миф не иллюзия не фантазия что любовь с первого взгляда все таки существует я влюбился в нее и я настолько сильно ее любил что не мог прожить и десяти минут без нее я понимал что мне нужно нужно уезжать и я решил ее украсть вы знаете мне сейчас очень обидно больно потому что я сейчас сам папа я понимаю насколько тяжело и насколько невыносимо было как сильно переживали ее родители несовершеннолетняя девочка уехала в другую страну я их прекрасно понимаю и может быть я поступил неправильно и я по сей день извиняюсь ну а вы понимали всю ответственность за похищение невесты я понимал что ее родители могут созвониться с моими родителями и я предусмотрел даже такой маленький 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 нюансик я дома перерезал телефонный кабель чтобы родители не смогли созвониться мы договорились сели в поезд уехали и у меня была золотая цепочка это единственная вещь которую я мог наверное знаете отдать на таможенном контроле потому что другого выхода не было я понимал что у нее нет даже свидетельства о рождении ну расскажите а как пересекали границу почему вас не арестовали несовершеннолетняя без документов я ехал в поезде и вот настала такая самая неприятная минута когда поезд остановился и зашли люди в форме защитного цвета светочка лежала на нижней полке рядом с ней лежала женщина над женщиной лежала девочка такого же возраста как моя света и над светочкой лежала такая же девочка светиного возраста то есть они все были одинакового возраста а мама двух тех двух маленьких девочек положила паспорта на стол ну просто так знаете у меня сердце просто остановилось у меня все замерло я понимал что вот этот момент вот сейчас у меня ее отнимут и таможенники прошли увидели что женщина так получилось что они не обратили внимание даже паспорта не проверяли они посмотрели что стопка паспортов лежит на на столе и прошли мимо как то все знаете так искренне и по-доброму получилось видимо господу богу было так угодно чтобы мы с моей любимой были вместе сейчас на сегодняшний день любовь не прошла сейчас у нас очень крепкая дружная и перспективная семья давайте посмотрим на любимую супругу Витаса внимание на экран Витас и его жена Светлана вместе уже больше 12 лет когда они познакомились Витас был уже звездой а Светлана обычной школьницей певец объяснялся ей в любви в письмах и она хранит их до сих пор привет мой миленький зайчик пишу тебе прямо из поезда Светка после прощания с тобой и после твоих слез на глазах я понял что тебе было хорошо со мной у меня есть маленькая мечта я хочу чтобы ты всегда оставалась со мной Витас скрывал свою любовь ото всех ведь Светлана была несовершеннолетней но певец решил что как только она дорастет до ЗАГСа он на ней женится я буду покупать тебе все что ты захочешь ты самая лучшая и я сделаю все чтобы мы были вместе он признался ей в любви здесь на пляже в Одессе на этом месте я сделал первое признание в любви своей любимой Светочке я настолько трепетно нежно к ней относился что я боялся даже с ней разговаривать Витас и Светлана тяжело переживали разлук они не виделись год и за это время поняли что не могут жить друг без друга не было ни мобильной связи ни простых обычных телефонов я говорю Светочка давай мы с тобой встретимся в следующем году ровно через год на этом же месте 1 июня и вы знаете мы встретились а кто первый заговорил о детях вы вообще планировали детей я никогда не задумывался на эту тему я никогда ничего в своей жизни не планировал как было так и было вот есть и есть нет нет так получилось так произошло самое главное что это произошло своевременно Витас как вы отреагировали когда жена наверняка радостно сообщила что она ждет ребенка знаете это наверное самое большое событие в моей жизни это действительно меня переполняли эмоции переполняли чувства я как говорят был на седьмом небе наверное появление на свет новой жизни появление на свет ребенка это это даже слова меня описать я очень рад что у меня есть такая маленькая замечательная доченька такой маленький любимый ангелочек и я назвал ее Аллочкой а почему именно Аллочкой почему-то Алла мне показалось знаете вот как цветок по разному распускающийся Алла это что-то легкое Алла это что-то красивое Алла это это знаете вот серединка в цветочке это вот что-то такое необычное вот какие-то такие знаете вот внутренние переживания в этом имени что наверное словами это трудно описать правда Витас я знаю что дочь выступает уже вместе с вами на одной сцене давайте покажем это телезрителям внимание на экран дочери Витаса всего 4 года а папа уже делает из нее звезду и поет с ней дуэтом ну что артистка моя вот и большая сцена я тебе покажу где ты сегодня выступать будешь Алла Грачева просто обязана стать знаменитой артисткой уверен Витас ведь он назвал ее в честь самой Аллы Пугачевой глазки папины нет чудес ни никого сегодня я буду выступать на этой сцене со своей любимой доченькой Аллочкой в гримерке Витаса нет игрушек, сладостей и костюмов Аллы ведь во время концерта она вместе с мамой, женой Витаса сидит, а иногда танцует в зрительном зале и выходит на сцену только под занавес Витаса Витас старательно делает из Аллы будущую звезду и сам занимается с ней вокалом ну да, теперь в одной будешь выступать все я не хочу не хочешь? ну хорошо, тогда я тебе сейчас одену обратно я люблю свою доченьку я люблю свою жену и все все свое свободное время я посвящаю только им я, вы знаете, я не могу я уезжаю на гастроли в эти в разные страны знаете, что меня греет? мне греет то, что я могу вернуться домой я знаю, что меня в этом доме любят я знаю, что меня там ждут я знаю, что я могу увидеть свою любимую дочку которая звонит мне по телефону когда она своим маленьким тоненьким голосочком говорит, папочка, я так скучаю без тебя я так хочу к тебе приехать я ей говорю, миленькая моя, любименькая моя, единственная красивая, неповторимая я скоро приеду к тебе как встречает вас дочка, когда вы возвращаетесь с гастролей? это, наверное, самый прекрасный момент когда я захожу в квартиру я вижу, как она она расставляет руки и она бежит ко мне я вижу радость бесконечную радость на ее лице она меня обнимает вы знаете, вот это ощущение, наверное, трудно передать словами я хотел, чтобы она вот, знаете, вот в меня вошла, понимаете? чтобы она стала со мной одним человеком я настолько сильно ее люблю правда, честно и вот эти вот объятия вот это вот ожидание и вот эта вот встреча это, наверное, самое главное в моей жизни то, ради чего я сейчас живу это прекрасно я искренне от всего сердца от всей души желаю каждому человеку быть, наверное, таким счастливым, как я что Витас не может простить себе спустя много лет узнаем после рекламы в нашей студии эксклюзив продолжаем говорить и показывать в эфире НТВ в нашей студии певец Витас откровенно о своей семье Витас на сегодняшний день вы довольны своей жизнью? есть то, о чем вы жалеете? все в моей жизни было поэтапно это очень важно мне очень обидно и очень тяжело идти по жизни с одной простой мыслью, что все, что сейчас происходит в моей жизни этого не видит моя мамочка я очень бы этого хотел но ее просто нет к сожалению жизнь нам диктует свои законы с ними приходится соглашаться эту песню Витас посвятил своей самой любимой женщине маме я вернулся и влетел как птица в дом родимый на закате дня чтобы тебе, родная поклониться женщине родившей меня помню, как птенец я рвался в небо как грачоник я мечтал летать знал уже тогда где б я не был только ты не перестанешь ждать я улечу, родная но вернусь я знаю будет боль я знаю будет грусть но радость встречи в сердце сберегу жить без любви твоей я не смог сколько раз я падал поднимался и опять взлетал под небеса даже в пух и прав я разбивался но любовь творила чудеса та любовь, что взял с собой я в небо с крестиком ты отдала свои каждый взлет мой каждое мое падение это белый снег твоих сидит я улечу, родная но вернусь я знаю будет боль я знаю будет грусть но радость встречи в сердце сберегу жить без любви так честно и я так 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 Бесконечное небо Наши души вечны Улетают в поднебезье Души Как грачи Крест, могила, фото и скамейка С мамой я пришел поговорить Вот стою, молюсь, прошу прощения Мне тебя, родная, не забыть На сегодня это все Спасибо, что были с нами Берегите своих родных Встречаемся завтра в нашей студии Мы говорим и показываем каждый день До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова